всем привет вы на канале металлик дэнни сегодня я хочу вам показать такую вот интересную колоду на королевстве севере на стене щитов при помощи разрушения этих самых что с помощью короля рёгнера колода достаточно необычная я составил сам я конечно видел другие гайды достаточно старые гайды но я считаю что это наиболее лучшая сборка сейчас она даже может играть но перед тем как мы начнем напомню вам подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте нравится ли вам обзоры на гвинт нравится ли вам гайды чтобы вы хотели изменить добавить исправить играется ли у вас эта колода но мы начинаем а в первую очередь хочу вам сказать как вообще должна в принципе играться она в первую очередь мы должны стать мака школа грифона который наносит одну единицу урона вражескому отряду и я здесь сидел стратегический прием это хрустальный череп он усиляет отряд добавляет покров когда наш ведьмак школа грифона перестает стрелять у него появляется адреналин 3 то есть он перестает стрелять и заблокируется этот покров он не даст это сделать с этой блокировки будет бесконечно просто стрелять рандомно после того как у нас останется 3 и менее карт естественно адепты школы грифона это наши движки будет превращать маленьких ведьмаков в себя чтобы их было больше у нас также есть каер сэрон который у нас добавляет карту можем по ситуации поставить любую другую карту если какая-то ситуация такая есть но чаще всего мы будем стоять адепты школы грифона то есть еще один ведьмак с щитом также здесь есть такая карта как подкрепление очень можем еще 1 ведьмака создать также это подкрепление является военным искусством а у нас кельдер реагирует на военное искусство и создает еще одного ведьмака то есть неплохо все тут играется а зачем здесь возрождение и почему здесь они романтии боевая высадка вместе скажу так колода достаточно рандомная не то чтобы рандомная просто здесь есть такие карты которые если не придут нам в руку то как бы габелла пиши пропало например у нас нет возрождения на третий раунд все мы будем играть без кельдера а это но очень такая плохая ситуация или король орёгнер просто не выпал ну и все вся колода просто просто уходит а яна талис он нам может можно вместо него хоть что что угодно поставить но в принципе он неплохой здесь он ставится на двойку в рукопашный ряд и может нам а либо принести подкрепление либо боевую высадку которая сыграется в следующем раунде ну либо в редких случаях там кипящее масло или стрельбу по мишеням и прокачиваем его кадвенская конница пусть будет иногда она играется здесь а можно ее с помощью боевой высадки достать потом уничтожить щитом она еще на 2 прокачается очень большие что ты там по моему 11 13 накапливается в общем неплохо может сыграть вражей у нас он преобразовался до вражев и тоже две штуки сюда поставил потому что часто если вот против нас будет играть нельфгард то все это минус адепт школы грифона и хотя бы разок вражи может его почистить в принципе неплохо пусть будет наставник школы грифона может нам принести случайную карту если у нас вот реально вот ничего нет то иногда эта карта может сыграть но в принципе все то есть двумя раундами мы играем кельдаром потом с помощью возрождения его воскресаем в третьем желательно уходить долгие раунды потому что мы крафтим ведьмаков чем больше ведьмаков тем естественно будет лучше тем больше щитов мы сломаем а еще здесь также кавалерия бессмертные они раньше стоили 6 провизии когда еще давно играл этой колодой а теперь не стоит 5 то есть намного лучше то есть две такие небольшие карты вылазит и два щита можно у них сломать ими лучше играть тоже в последнем раунде играют неплохо вот в первом раунде мы короля рёгнера не ставим первом просто кельдар просто там один-два адепта школы грифона у нас а можно использовать щит а ведьмак школы грифона обязателен можно заблокировать кого-нибудь ну и в принципе все я наталья также может играть вначале остальное все уже идет на третий раунд но давайте посмотрим как эта колода будет действовать на практике погнали так против нас монстры на холоде на заморозки посмотрим как сыграет классная такая карта видно сразу профессионал конечно щиты будет разбивать очень неприятно но прочнее можно будет отыграть попробую так наверно выражает скипну кавалерию так все активная мутация хорошо шелка нет они романтии эта карта есть стрельбу уберу да и наставник выпал ну скажу так нет пока щитов щитов не только вот с помощью боевой высадки можно будет достать так причинки идут но других вариантов нет поэтому я достаю щитки адепта люди по личинкам по щитам личинок так зверя ставить зверя елки можно ваншотнуть то вам почему-то его отправил ну ладно это была его ошибка с которой он лишается зверя возможно он хотел щит пробить это все сделать но зверя он дышился я носный призрак вот он пустой там как бы не мешает можно использовать сразу ею и постоять кельдара верни взять его в руку вместо наверно ставника сейчас он вообще не нужен делаем сюды делаем куда может сюда почему нет конечно не прокачиваться будет потом смысл в этом немного наверно же сюда был дамаг более весомый чем-то ну опять переместил малого перенес зачем-то не знаю зачем это делает там же нет совы смысла но я поэтому по бахну так и есть мы сопоставить уже кельдара что будет и под счетом не страннее прям столько дамагеров ну вот эти выход особо как бы тоже ничего не делает боевую высадку я вытащила ней романтии нету ну наверно это будет самый правильный ход странный ход по щиту дарит ну сейчас нет этих счетов ничего нет кроме как усиление самих ведьмаков на гельфар много потратил прям хороших карт в первом раунде мне это радует ну сейчас нейтраль будет бить жестко можно из-за этого он нанес урон чтобы качался этот нейтраль больше билл не знаю так что может дети наталья анталь сможет огоньку дать по нейтралю всегда хороший вариант наверно таки поступлю то есть меня было прям бить до этого на я чистить эту карту да очень классно мы его за заблокировать стать стиму тетчего бахнет ну даже наверно беру блокировать общение смысла что-либо делать стабильно плюс 2 минус 3 ровно 5 очков он пасует подкрепление ну конницу естественно скипаю каратка ну каратка пока вы даже нужно награды то можно убрать кавалерия возможно даже лучше чем так ну естественно я пасую он ходит там музыка а я буду закрывать так что все классно еще три карты делать бы конечно корсеран адепта и либо бессмертные кавалерии либо стрельба к мишеням и вопрос а нею ставник вражей и они они мира ну не самый лучший а станет убираю вражей одна штука ну адепт до 2 из 3 выпало так ну боевой высадка я могу достать кавалерию а они рейдя могу достать либо корсеран либо маргариту скорее корсером потому что нибудь примут еще третий щит и подкрепление если его еще ваншот на то неприятно будет так ставим кавалерию сначала ну понятно все типич типичная играть его ну да по счетам будет очень неприятно поэтому кавалерия не очень нужна скорее да скорее корсером скорее корсеран побольше нужно тоже щит минусанется ну прямо сейчас надо уже делать возрождение и вот подкрепление да он повсюду уже наставил уже повсюду так тут кельдер сразу просто наверное даже можно адепта потому что есть вероятность что вы какой-нибудь ваншот пролетит ну он перемещает кельдара в принципе мне это конечно мешает роганера только рукопаш нам будет да очень мешает на самом деле но адепта так ставлю сюда образует тут даже не знаю что я сделаю не знаю так надо будет раньше что ли короля поставить либо его высадку в конце только чтобы выбрать боевую высадкой коденскую конницу может немножко неправильно сделал ладно могу еще вот боевой высадкой сыграть да наверно сейчас ей надо сыграть и поставить на кавалерию наверно кстати почему нет до ведьмаки крафтится печально очень печальная картина скули 7 еще один ход и могу покрафтить их все одного тоже щиты будут ломаться кельдер уже тоже при смерти так ну я как могу ставлю щиты что я могу взять анирой маргарита кайр сэрон возможно кайр сэрон будет самый лучший вариант либо стрельба по мишеням это не стрельба по мишеням нельзя тут кельдер стоит он за триггерится поэтому наверно все таки ладно корсерен корсерен ищет вот сюда дальше будет бить сюда а этот будет бить а ну по любой может ударить но все еще ходят сразу король рёгнар просто мискликом просто просто бабахать пока победные за нами к слишком слабо бьет по щитам ну пока мы бы не ударил можно сразу остановить будет щит так что тут сейчас малого убьет а убивает кельдара до пресс вот так ну убивает кельдара ну все равно смысла нет тянуть что-либо да делаю максимально сейчас максимально ведьмаков делаем хоть куда и ставлю короля как можно раньше чтобы меньше дамагов хотя нет его ваншотнуть могут болезнь только сейчас подумал об этом забыл я могу стать ворожея в принципе верно да пусть так будет пофиг тут конечно щиты сейчас поломаются прям попортится все но я думаю заплакать не все смогут всегда покров еще один рог коллекции так но я убиваю вот этого на десятке да здесь то хоть куда я могу на самом деле пусть вот это будет вот так вот почему нет ровно идем прям очень ну и короля рогнера я кидая последний потому что нет скорее коротко почему нет карт сильных особо не было паразит кстати до которого я боялся всю игру он только под конец пришел к нему ну и понятное дело тут просто ваншот конечно это мало очень он кельдара у меня перевернул это мало но это есть то есть перемещаем их ну и все такая вот простенькая игра получилась против этой колоды она играется мы долго сражались набирал щиты я добавлял он набирал добавлял и вот так против меня нильфгард нильфгард возможно это убийцы королей мил можно это антимим посмотрим что это за игра будет но пока что карты все при мне нужны и желательно их кстати иметь в руке все нужные карты и возрождение каратку так адепт есть в принципе уже неплохо кельдар тоже наверно пусть будет да не будем ничего ничего чудить за ней романтий можно обойтись тут пусть будет так шатно конечно боевую высадку сейчас достать романтию достать не сможем а может это и ассимиляция вот теперь они даже не знаю так ну тут естественно хожу сначала адепта да это ассимиляция но возможно все таки на убийцах нет на ассимиляции прям чистое ну ладно стоит сюда что я могу сделать ну наверно вот сюда буду бить я вообще лучше арториуса вигуфе завалить пусть пока живут тогда пусть живут что могу сделать я натальиса нет смысла мир на кельдар сейчас прям сейчас идет уже а далее при помощи грифона помощи грене натальиса оборачиваться грифон сети на мутации нет так ну я возьму его высадку с помощью нее могу взять в принципе маргарита так он двоих будет мочить лучше конечно от 1 хотя бы избавиться тут уже можно кипящим маслом зафигачить наверное да то что может быть по щитам я сейчас щиты не особо нужно пусть будет так ну арториус вига меня особо не пугает если честно не думаю что много наберет я наталья сыграется и боевая высадка можно взять ну маргариту для кого для арториуса не знаю или конницу на конницу ты просто это было много что было много то пусть так будет девятку сыгра но этот естественно не доживет таки он пасует тоже пасуем и переходим в долгий раунд 3 пара же его можно понадобиться кстати и также маргарита на маргариту можно брать приходят они романтия берем вражая так и карточным нужны адепт нам нужен корсер нужен в принципе все пасуем и и 2 кавалерии было бы классно будет рунной чем ну ладно корсер он и ведьмак но немножко не тот сертина мутация уже не нужна вот тот самый ведьма которыми говорил и вот эти две карты мы можем в принципе взять либо кипящее масло вот у нас есть коротко поэтому думаю все норм думаю все нормально так чем можно сходить в ответ сразу корсер он поставлю пусть будет и адепта сразу следом можно будет уже использовать возрождение ставить кельдара ну либо ну да наверно будет так проще там его высадку потом военный военный искусство будет использоваться и вообще он будет качаться так поэтому да так прям настораживает ну ладно в принципе я говорю много ведьмаков есть не страшно ставим кельдара ставим щит так он также ставит адепта школы грифона зачем только ну ладно сыграет карт если он конечно вытащит короля рёгнера это будет жесть а он может кстати происходило несколько раз правда на последних ходах но он вытащил стрельбы по мишеням ладно вероятно там было какие карта могли быть возможно две стрельбы по мишеням еще один адепт школы грифона мог быть там боевая высадка могла там быть которому не нужно ладно так что мы взять через эхо я достаю смирную кавалерию десятку она вышла ничего себе и еще один винучок 27 27 по 7 карт койдем неплохо дальше желательно конечно не сразу дублировать его то можно будет все либо по мишеням еще раз и поставить еще одного ведьмака то есть везде будет щиты в теории это одна из самых лучших игр может получиться там вот показательных так скажем тем более не левгард который создал себе два счета еще и может еще и больше создаст я дамская тети мире которые ему ничем не поможет хотя ну ладно да может на может так создаю копию там ближний ряд опять 35 35 прям идем ровень стрельбу по мишеням надо будет в передний ряд ставить потому что в дальнем там сразу два ведьмака поставится не очень хороший вариант лучше вот в кавалерию кинуть стрельбу по мишеням опять сыграть из фракции картой все же не лучшая карта она очень такая за одиннадцать вот ради вот этого сыграть ну такой все вариант ну конечно да это эта карта неплохая идет прокачка здесь я сразу кидаю стрельбу по мишеням два ведьмака создаются я оборачиваю 47 47 прям очень ровно идем прям нога об ногу разрушает щит возможность отбудть ваншот какой-то два щита пробиты но еще и прям сейчас могу заплатать этим не так делаю теме делают так не ставлю еще одного дима к в передний ряд теперь не рад уже желательно ничего не ставить уже семь карт всего 9 можно поэтому наверное все надо остановиться они романтии можно взять кипящее масло или маргариту там прокачивает каким-то образом ну ладно его нет смысла ваншотить он скорее его кстати переобразует также все какие-то мутации бесполезны для него не ходит все стреляет по кому 2 по конторели кстати за этого я не стал эту контролку мы сейчас встала сюда и неприятно было бы сейчас он куда-то рандомно стрельнет мне кажется либо в контореллу либо ну по щиту скорее контролла блога забавно по щиту да ну тут я оборачиваю сразу 1 2 и 3 так неприятно конечно еще что сможет поставить например одерико или как его правильно так кто-то могу усилить немножко обгоняю теперь я его так удалить отряд или артефакт возможно я могу свой удалить кстати если вот контролла будет не мешать возможно я ее могу удалить почему нет вмешается так ну они романтии за мне просто взять какую-нибудь странную карту так ну да он заполнил мне весь стол прямо неприятно смотрю смогу ли удалить что я не помню реально так ну а здесь я могу взять кипящее масло да да я могу спокойно верить свою карту поэтому тут я даже не пугаюсь верно такие поступлю да ну я пытаюсь здесь как можно больше ведьмаков и они романтии наверное ну маргарита есть ли смысл чем делает так дальше маргарита маргарита ну наверно да маргарит все-таки возьму сюда поставлю прям в край и не заблокирую ну пусть пусть вот 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 эта карта посмотрим сможет ли у него есть еще одна осведомительница мне интересно во первых по логике может быть она вера даже есть ты меня сохранил на последний ход то это странно очень карта тактики да он ходит еще раз ей от контролей до того не может поставить у нее до такой вот интересный ход интересный ход я убираю естественно кого из них вообще могу у корсера могу убрать кстати неплохо я убираю карсерен если у меня конечно есть еще одна осведомительница княгини или контроле то это г.б. г.г. просто габелла но не должно быть слишком имбово чтобы у него сейчас она была возможно он ее как нибудь скрафтит сейчас нет он не может это сделать он ставит естественно ставника и он слабо прокачается там на сколько на 4 да ну да но этом в этом могла быть для него победа мы ставим еще один щит не забываем и и ставим нашего супер прокаченного короля рёгнера мы последние играли поэтому вот такой вот жесткий отрыв 146 на 85 чистейшая победа за королем рёгнера следующий у нас скеллиги посмотрим как он будет играть так мы ходим не первые это печалит убираем одного из ведьмаков и наверное будет правильно убрать конницу да боевая высадка это неплохо ворона мать так интересно берет карты но я поставлю сразу чтобы этих ворон отстреливать ход на 12 неплохо там ведьмачка сразу пусть без щита на да сильная колода без разницы ему Так, ну я схожу так И по воронам буду стрелять просто Просто стрельба по воронам Сейчас за два хода поднять 27 Сотов это много Еще и сейчас будет коралл Раз Ну хорошо Конечно ее бы лучше загасить Или просто заблокировать Наверное да Наверное да заблокировать ее Хотя нет, наверное сохраню ее Хотя надо было наверное ее ваншотнуть Ну ладно, пока кельдаром схожу Поставлю ему щит Не хотелось бы, чтобы сюда прилетел Сейчас этот коралл Хотелось бы ее ваншотнуть кипящим маслом Так он пасует Он пасует Ну, мне как бы терять особо нечего Кидаю жару Сюда и ведьмачка Спокойно Так, могу сходить боевой высадкой Боевой высадкой хожу Кого можно поставить? Можно поставить Кадвенскую конницу Почему нет? Наверное ее и поставлю Создается ведьмак Да, ровно я все Все прям умещаю Даже не ровно Даже больше чем надо То есть вообще все нормально Карты особо никакие не трачу Все прям хорошо выходит Боя-боя Высадка Масло и кавалерия Так, наверное, надо будет убрать вражей Я тут беру вражей Беру ведьмака Возрождение Возрождение Это хорошо Не романтию бы достать Ну, здесь, наверное, пас Да, думаю, здесь пас Посмотрим Он сыграет в большом раунде Потому что сильных карт Он не потратил Кораллы Бирена Типа Ничего такого нет Пытается, естественно, себе Хорошие карты Ну, просто Кинул Сейчас эта же карта Ему и придет Много, конечно, карт Нужных надо Кавалерия неплохо Ведьмака, наверное, я убираю Вражей я тоже убираю Яна Талис Яна Талис может дать Подкрепление Короля Регнера можно будет достать Нет, каратки Каратки нет Наверное, уберу кипящее масло И вражей вполне Кипящее масло было бы покруче Хотя, может, у него есть блокировка Поэтому Посмотрим, что он сделает Ну Своего Короля Регнера Я все равно могу достать Поэтому Ладно Неплохо Здесь вражей Ну вот Уже можно в этот щит, кстати, бабахнуть Можно в этот щит бабахнуть Хотя он мне, в принципе, бесполезен Кроме как Заблоки Блокировки отряда Ну ладно Наверное, я его очищу Боевая высадка только на Короля Регнера Так, ну да Здесь я очищаю Потому что он может прямо Прямо сейчас поставить Уже блокировку А я вот буду тут Как тут Рожей все-таки помог Да Часто я его недооцениваю И он реально Срабатывает хорошо Так, ну Он пока отшельников своих ставит Мне пока это вообще не интересно Так, ну Наверное, поставлю Адепта Или же нет Ну Блин, ну Наверное, да Да, поставлю его Потом желательно Мне Яна Анатальса сразу Чтобы их было Как минимум двое А потом Он может воскрешать Своего Кельдара Он находится в сбросе Так, он кидает отшельников Он меня вообще Не замечает почти Так, да Наверное, я даже И Возрождение сейчас Заюзаю Потому что он Пока мне даже Не замечает Пока мне даже Бесполезно Что-то делать По счету не бьет И ладно Хотя тут все равно Будет фулл стак Я, наверное, все-таки Я на Анатальса Заюзаю Пусть он там Сам с собой У этих отшельников Ставит Неинтересно это Неинтересно За то, что он Поставил карту Курским приказом Условно Было бы неплохо Заблокировать сразу Вряд ли у него Очищение есть Хотя может быть Ну вот А самая карта На 10 Ну да, наверное А, ну он Он, конечно, тут Не блокируется Так что это плохо Да, наверное Я даже трогать не буду Я не смогу Ничего с ней сделать Так, ну Тут я ставлю Уже Кельдара Добавляя ему щит Надеюсь Не будет Никакой паншота Караткой Там условно Потому что Ведьмаков мало Щиты, конечно, будут Много будет щитов Он им стрельбу По мишени Две штуки Кавалерия Пытается пробить щиты Жадно, конечно Это все Переждать, пережить Потому что Кавалерия Это не восстановит щиты Отличие от Ведьмаков Поэтому, наверное Они пусть пока Вас ждут Будут кидать Стрельбу по мишеням Или Блокировку Ну да, блокировку Надо будет Блокировку тут Ну конечно Увеличивает Жесть Или же сюда Поставить Не, наверное А, да Другой ряд Другой ряд Поставил Так Везде Бьет Тут, естественно Блокировка Блин А тут даже не знаю Есть ли смысл Как-то это Помогать им Наверное Даже вот Вот так бы Зайзал Неприятно Конечно Он играет Так Будет Откроется Сценарий Ладно Ну Щиты Сейчас будут Пробиты Так В кого Он может Бабахнуть В себя Да Достаточно Очевидно Достаточно Очевидно Так Но стрельба По мишеням Идет Пусть Ворожея Может Да Тут смысла Особо нет И преобразуясь Сюда И сюда Так Здесь уже Кельдар Начинает Играть Сюда Конечно На кавалерию Поставить Попытаться Как минимум Все таки Случайные Отряды Бьются Бьются Но дождь Конечно Мешает Смотря на то Что мы Ровно Идем Пока Что Конечно У него Такие Есть Карты Неприятные Будет Заспам У него Вроде Без Спама Играли Так Дамаг Проходит Он попадает Прям По счетам Неприятно Я на Наталис Могу прокачать Тут Еще Ведьмачка Преобразовать Ну да Игра Идет Игра Пока идет Сейчас желательно Сразу Кавалерию Выставить Одну В этот ряд Другую А сюда Не получится Даже Наверное Так Ну одного Он завалил Прямо Я ждал Вот этот ход Он его Оставил на потом Она была Раньше Она была Раньше Они Размножились Как У него Еще сценарий Недооткрыт Милюзина Висит А счетов У меня всего лишь Два Так что Да У него шансов Намного больше И будет Сейчас только Один Появляться Так Здесь Преобразовываю Так Так Сколько здесь Карты Здесь Шесть Карт Наверное В конце Могу поставить Пока не буду Рисковать Значит Кавалерию Поставлю Сюда Да Поставлю Сюда Кавалерию Рисковать Не очень хочется Вдруг у него Там Глушающая Сирена Есть Это вряд ли Он достал Коралл Сирены У него Дарил Еще раз По ведьмаку Сейчас бы конечно Сохранить Как можно Больше щитов Он опять Дождь Юзает И сломал Один из щитов Прямо Печально Так Тут Кавалерия Играется Очевидно И пока Есть еще одно Место Вот в этом Ряду Будет неприятно Если он Что-то Поставит Туда Но Вероятность Есть Желательно Чтобы Вот Три щита Не сломались Да И все Щиты Просто Поломаны Все Щиты Поломаны Чем Я могу Воспользоваться Сейчас бы круто Было бы Сирену Загасить Но Этого Я сделать Не могу Так Тут Могу Только Две Карты Взять Я мог Конечно Выбить Наставника Школы Грифона Но Нет Ну Вот Такая Вот Интересная Колода Была Что Здесь Можно Еще Добавить Вот Сыграв Записать Видео Я могу Сказать Что Можно Здесь Убрать Одного Ворожея Например Или даже Двух Ворожеев Поставить Вместо него Что-то Другое Например Снятие Блокировки Какой-нибудь Можно Наставника Школы Грифона Убрать Тоже Что-нибудь Такое Более Очевидное Нерандомное Поставить Например Мегаскоп Кстати Который Будет Создавать Нам Еще Других Адептов Школы Грифона То есть На таких Слабых Уровнях В принципе Эта колода Играбельна Если Еще Как-то Изменить Что-то Добавить Например Вместо Каратки Геральта Ирдена Поставить Может Даже Она Будет Чаще Выигрывать Не знаю Но Как минимум Мне Выпадали Игроки Которые Ваншотятся Чаще Караткой Поэтому Геральт Ирден Здесь Не особо Игрался Можно Вместо Возрождения Геральта Ирдена Поставить Может Тоже Неплохо Получиться Но За место Например Яна Наталиса Можно Даже Будет Попробовать Такую Колоду Позже И Вместо Кельдара Во втором Раунде В третьем Вместо Возрождения У нас Будет Геральт Вместо Яна Наталиса У нас Будет Пророк Лебеда В принципе Так Вот Можно Будет Сыграть Щиты У нас В принципе Будут Правда Они Не будут Выстанавливаться Если По ним Будет Ноноситься Дамаг Ну А на Дамаг Дамаг